Омоложение кожи было, есть и будет достаточно востребованной процедурой всегда. Поэтому современная косметология предлагает большое количество комплексных программ. Все они направлены на лифтинг, улучшение качества кожи и ее цвета. Однако, каждая процедура должна подбираться индивидуально, чтобы добиться максимальной эффективности и не тратить зря время и деньги. Составить правильно программу омоложения помогает ДНК-тест. Генетические тесты помогают нам определиться с тактикой. Либо это аппаратные процедуры будут, либо это инъекционные процедуры. Окажут ли они должный эффект. Увидит ли пациент после данной процедуры выраженный эффект лифтинга, либо он, наоборот, покажет отрицательные результаты. Основные виды косметологии – это классическая, уходовая, инъекционная и аппаратная. К последним относится игольчатый РФ-лифтинг. Многие аппараты появляются у нас, уже зарекомендовав себя на Западе. Говорят, что это уникальная косметологическая платформа, популярна у голливудских звезд. Принципиальное отличие игольчатого РФ-лифтинга от обыкновенного РФ-лифтинга в том, что электроды располагаются, в отличие от РФ-лифтинга биполярного, на коже. А игольчатые РФ-лифтинга, наши электроды располагаются внутри кожи. Соответственно, мы достигаем сокращения кожного лоскута и за счет этого выраженный эффект лифтинга. Основное действие игольчатого РФ-лифтинга достигается при помощи специальной насадки. Если посмотреть поближе на данную насадку, мы видим очень множество мелких иголочек на определенном расстоянии расположенных. Когда я погружаю эти иглы в кожу на определенном расстоянии, на определенной глубине, и опять-таки на определенных настройках энергии, получаем травму, микротравму на заданной глубине. И вот там, где эта травма произошла, фактически выпарилась ткань, получается усадка ткани. Ткань пытается защититься и сократиться. То есть за счет этого мы получаем выраженный эффект лифтинга. Игольчатый РФ-лифтинг, его показания – это тоничная вялая кожа, снижение упругости кожи, деформационный эптос, следы постакне и рубцы. Реабилитационный период после процедуры составляет от 3 до 7 дней. Результат можно заметить через месяц после проведения. Эту процедуру в обязательном порядке мы совмещаем с биоревитализацией определенными препаратами. Для чего? Для того, чтобы увлажнить кожу, подготовить ее к более быстрой реабилитации и заживлению. После процедуры мы рекомендуем всем пациентам через 10 дней прийти к нам на повторную процедуру введения гиалуроновой кислоты, то есть биоревитализанта, дабы улучшить процесс заживления и процесс лифтинга. Процедура игольчатого РФ-лифтинга достаточно универсальна. Ее можно делать с 20 лет для поддержания тонуса кожи и избавления рубцов постакне. И уже в зрелом возрасте для потяжки овала лица и борьбы с морщинами. В любом случае, косметологи рекомендуют комплексный индивидуальный подход, поэтому все программы для лица и тела подбираются персонально.